Всем привет! Это я, пёс Алтай. Нет-нет, говорить я не умею. Это всё мой чудесный ошейник. Он помогает мне перевести собаческого на человеческий одно важное сообщение. Если вы хотите помочь проекту, заходите на сайт дети.радиовера.ру и нажмите на кнопку «Помочь проекту». Радиовера и журнал «Фома» представляют. Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы. Ответить непросто, заглянем по-соседски к знакомому доктору мы. О тайном, о вечном, о личном и сердечном, О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим опять и опять. О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, За чаем с вареньем беседовать так славно. И истину вместе искать И истину вместе искать С молитвой к небесам Здравствуйте, мои дорогие! Алтай, голос! Молодец! Алтай мой верный друг, А я Михаил Гаврилович, По профессии врач, сейчас на пенсии. К нам с Алтайкой часто наведываются в гости наши юные друзья Вера и Фома. Скоро обещали быть. Алтай! Слышишь? Там в коридоре и голоса. Идем открывать. Да подожди, Вера, не трогай. Он сам сейчас сядет. О, вот так. Так, аккуратно. Опять упал. Ну что же он? Здравствуйте, дядя Миша. Хватит. Наигрался, убирай уже. Добрый вечер, Михаил Гаврилович. Друзья мои, я так рад вас видеть. Заходите. Фома, а это у тебя что за модель? Детский сад какой-то. Конструкторы ему подарили. А тебе завидно, что ли? То собирает, то разбирает. С утра до вечера носится за своим вертолетиком. Что ты понимаешь? Да тебе никакой не вертолетик, а геликоптер. Причем радиоуправляемый. А я его сам собрал и теперь испытываю. Интересно, и как? Пока не очень. Винт кренит в бок. Падает все время. Ну не расстраивайся. Все получится. Ну, проходите. Руки мойте. Чай уже заварен. И пирог испечет. С орешками. И чем-то таким вкусненьким палит. Кленовым сиропом. Вер, ну ты, брат, не очень... А что он? Про меня вообще забыл. Один геликоптер в голове. Мечтать, придумывать новое, это всегда здорово. Многие великие изобретатели с этого начинали. А были и те, кто не просто мечтал, но и молился в разумлении. Ого! Это вы кого-то конкретного имеете в виду? Конечно, Фома. Прошлым летом ко мне в гости приезжал один мой коллега. Он сейчас в Америке живет. Подарил мне книгу. Сейчас. А вот она. Размышления о молитве Господней. А при чем тут изобретатели? А при том, что ее автор – выдающийся изобретатель и авиаконструктор. Наш современный мир просто невозможно представить без его изобретений. Авиаконструктор о молитве? Неожиданно. Хочешь с ним познакомиться? Еще спрашиваете. И я хочу. Сейчас. Подождите меня. Вечер. Совсем темно. Ну, сверчки поют здорово. Большой город. Дома кругом старинные. Мы переместились в Киев. В самый конец девятнадцатого века. А звезд сколько. И запах такой приятный. Это акация цветет. А почему вы шепотом говорите? Пытаюсь расслышать, о чем беседуют вон тот мужчина и мальчик. Так, тихо, Алтай. Это те, что по аллее гуляют? О звездах, наверное. Мужчина на небо показывает, а мальчик слушает его так внимательно. А это сынок Альфа Центавра. Звезда, самая близкая к нашей солнечной системе, которую можно увидеть невооруженным глазом. Пап, а можно к ней долететь на воздушном шаре? Нет. Когда-нибудь люди обязательно построят корабли, которые достигнут звезд. Ну, а пока нам надо научиться хотя бы по воздуху летать и создавать машины для этого. Я научусь. Я Богу помолюсь, и все выйдет. А вообще ты прав. Богу все возможно. Молись, сынок. Пап, а как лучше молиться? Своими словами. А можно и молитвой. Отче наш. То, что мы перед едой читаем? Да, потому что отец наш знает, в чем мы имеем нужду, даже до того, как мы его об этом попросим. Мальчик любознательный такой. Звездами интересуется. И молитвой. А кто он? Это Игорь Сикорский. Будущий великий авиаконструктор, изобретатель летательных аппаратов. А отец его небось ученый. Иван Алексеевич – известный врач-психиатр, профессор Киевского университета. Именно он привил сыну любовь к познанию мира. А мама? Мама Игоря тоже медик, но посвятила свою жизнь семье и воспитанию детей. Ой, Алтай нас снова перенес. А вот она, мама. Что-то читает Игорю перед сном. Фома, сколько тут книг. Жоль Верн, Земли на Луну. А вот еще, Рабур Завоеватель. Научная фантастика. Посвященная путешествиям в другие миры. А вот это – таинственный аппарат, который придумал великий художник. Когда-нибудь люди смогут построить и полететь на нем. Он услышал, услышал меня. Кто, Игорюша? Кто услышал? Бог! Я молился ему. Читал «Отче наш». Но что случилось? Видишь эту картинку? Это и есть ответ. Доктор, а что это за картинка? Рисунок летательного аппарата Леонардо да Винчи. Давайте дома продолжим. Это рисунок художника, который Мону Лизу написал? Верно. Сейчас покажу. Вот. Похоже немного на геликоптер, но очень примитивный. Не забывай, Фома, что да Винчи жил в 15 веке. А в те времена идея летательного аппарата была очень смелой. Как озарение. Откровение свыше. Но тогда не было возможности, чтобы воплотить это в реальность. Неужели Сикорский воплотил? Терпение, друзья мои. Игорь стал молиться Господу, чтобы тот помог ему придумать такой аппарат. А потом и собрать его в реальности. И что? Однажды мальчику приснился пророческий сон. Ух ты! Где это мы? Как будто космический корабль. Или обычный. Или подводная лодка. Нет, это что-то другое. Свет голубоватый повсюду. Это от лампочек, видишь, на потолке. Вижу. И ковер мягкий под ногами. По нему мальчик ходит и рассматривает все. Удивляется. Это же Игорь. Сикорский, точно. Вер, нас покачивает немножко. Волнение на море чувствуешь? Ага. Только мы не на море. Посмотри в окно, Фома. Там же облака внизу. Мы летим. Это какой-то летучий корабль. И что? Этот сон исполнился? Скоро увидите. Ну, а пока молодому Игорю Сикорскому предстоит очень много учиться и экспериментировать. А где он учился? После Киевской гимназии в Петербурге, в кадетском корпусе. Затем полгода в технической школе во Франции. Ого! Да. А потом вернулся и поступил в Киевский политехнический институт. Но... Что? От учебы Игоря то и дело отвлекали испытания летательных аппаратов. А можно на это посмотреть? Да, дядя Миша. Мы очень-очень вас просим. Ну, хорошо. Алтай. В 1909 год, пожалуйста. Какие-то дома старинные кругом. И опять такой аромат. Все цветет. А на деревьях как будто свечки. О, это же каштаны, Вер. Помнишь, мы такие видели в Грузии? Ага. А где мы, дядь Миша? А мы снова в Киеве. Во дворе дома Игоря Сикорского. Глядите, вон там, посреди двора, самый настоящий геликоптер. Как твоя моделька, только большой. Да не просто большой, а огромный. Метров пять в высоту. Вверху на палке два крыла. А внизу тележка с мотором. А, стоит на рельсах. Какой-то усатый молодой человек в кепке. Что-то там вертят гаечным ключом. Руки черные, все в масле. Дядь Миш, это и есть Сикорский? Да, двадцатилетний Игорь испытывает свой геликоптер-2. Кажется, идут последние приготовления перед запуском. А все люди с интересом так наблюдают. Ха, такие любопытные. Обсуждают, смеются, пальцами тычут в инженера. Не верят, наверное. Да шо там наш студент опять затеял? Снова Тарантайку свою заводить? Нет. Не полетить вона никуда. Ну почему же Тарантайка, дамочка? Серьезный летательный аппарат. Видите, инженер трудится, дорабатывает модель. Сейчас точно полетит. Прошлым летом все вазы, все вазы, все. Весь дверь задымил. Да, так и не полетел эта Тарантайка. Ой, какой дым повалил. Так, заводится. Сикорский отходит в сторону. О, Лешка поехала по рельсам. Быстрее, быстрее. Ой, оторвалась от земли. Мать ты божа. Полетит. Ура, летит, летит. Вот, а я вам что говорил? Эх, бабы, бабы. Ой, хорошо, как дома. Мойте руки. Чай уже поставил. Вы даже треть пирога еще не съели. Уже проголодались. Сейчас мы его. Михаил Гаврилович, это так здорово, испытывать всякие летательные аппараты. Что, Фома, загорелся? Еще бы. Игорь Сикорский, такой молодчина, талантище. Да, его талант заметили. И вскоре Сикорский стал руководителем конструкторского бюро в Петербурге. Под его руководством началась работа над созданием русского витязя. Какого такого витязя? В тигровой шкуре. Ха, шучу. Да, так назывался первый в мире самолет с четырьмя двигателями. Держись, Вер. Кажется, Алтай нас снова куда-то переносит. Алтайка, ты зачем нас на этот парад переместил? Огромное поле. О, сколько здесь военных. Кавалеристы на лошадях. Старинные автомобили. Оркестр заиграл торжественный марш. Мы на летном поле под Красным Селом. Здесь проходит смотр Петербургского военного округа. Смотрите, все головы поднимают. А что там в небе? Ну-ка, погоди. У меня зрение лучше. О, какая-то точка. А, вижу. Вот в чем дело. Сюда самолет летит. О, как быстро приближается. Идет на посадку. Люди бегут к самолету. Кричат, радуются, машут руками. Все приветствуют Игоря Сикорского и его русского витязя. К самолету лестницу приставили. О, а кто это взбирается по ней? Лицо знакомое. О, да это же царь Николай Второй. Я его тоже узнала. В пальто и в керке с козырьком. Посмотрите, здесь штурвал, рычаги управления. Так, а как вы построили силовую установку? Четыре двигателя располагаются на нижнем крыле. Я вижу, это Аргус Моторен. А почему именно эти двигатели? Мощные. По сто лошадиных сил каждый. Очень надежные моторы, ваше величество. Да, славная машина. Желаю вам и дальше создавать, и совершенствовать новые самолеты. Во славу России. А в качестве личного подарка примите вот эти часы. Благодарю, ваше императорское величество. Какие часы красивые. Золотые, с камушками и двуглавым орлом. Возвращаемся, Алтайка. Наверное, после встречи с царем жизнь Сикорского поменялась? Конечно. Молодой конструктор почувствовал важность и нужность своего дела для России. Еще бы, сам царь его похвалил. Кроме того, государь пожертвовал Игорю Ивановичу сто тысяч рублей. Ого! И на что он их потратил? Стал конструировать новые самолеты. Следующим детищем конструктора стал самолет Илья Муромец. Прямо богатырские названия у всех самолетов. Да, новый самолет и вправду был богатырем. Размах его крыльев достигал почти тридцати пяти метров. Ого! Доктор, а этот самолет в войне участвовал? Первый мировой? Еще как! Держись, Пама! Алтай нас снова перемещает! Ох! Ох! Уже переместил! Ничего себе! Мы на самолете летим! Вместе с экипажем тяжелого бомбардировщика Илья Муромец выполняем боевое задание. Класс! И не подумаешь, что война внесут так красиво! Поляк, огромные квадратики, лес, ручеек. Ха-ха! У Мора лошади как игрушечные. Ой, какие сильные удары! Мамочки, самолет трясет! Что-то отскочило от стекла! По нам открыли огонь! Мама, я боюсь! Не бойся, Вера, броня выдержит. Броня? Ну да, это же первый в мире бронированный самолет. Смотрите, слева от нас другой. И справа? Это немцы. Атакуют наш бомбардировщик. Пулеметчику приготовимся! Огонь! Еще один слева! Вижу, готовься! Огонь! Ага, получили русского пороху! Смотрите, один немецкий самолет горит! То к тебе и надо! Ой, что это? Взрывы! Нас так трясет! Кажется, нас подбили! Командира корабля ранили! Бедненький! Он весь в крови! Его перевязывают! Теперь нас точно подбили! Прямо в двигатель попали! Они и дальше сражаются! Но как? Перекрыть бензопроводные трубы! Есть! Мы что же теперь только на двух двигателях летим? Его бомбардировщики, как видишь, способны летать и на двух моторах! Снова эти толчки и выстрелы! Опять атакуют! Огонь! Еще один вражеский самолет загорелся! Ура! Идем на посадку! Дайте-ка я сяду за штурвал! Вы же ранены, ваше благородие! Ничего! Самолет садится на аэродром! И нам пора! За проявленное мужество все члены экипажа получили награды от императора! Имя Игоря Сикорского и его Ильи Муромца стало известно во всем мире! А завод не успевал выполнять новые государственные заказы! Да! Такая жизнь у него! Счастливая! И успешная! Столько достижений в таком молодом возрасте! Да! Ему ведь было всего 25 лет! Давайте-ка мы еще по чашечке чая с пирогом! Будете? Да, спасибо! С удовольствием! Но не все так безоблачно было в судьбе нашего героя! Что-то дальше плохое случилось! Вер, тогда же революция была в 17-м году! Наверное, все поменялось, да? Ты прав, Фома! Многих людей тогда стали преследовать! Однажды... Алтайка, ну нельзя же так внезапно... Внезапно перемещать! Ох! А где это мы? В квартире Сикорского! Светлая комната! А на столе куча бумаг! Чертежей! Игорь Иванович что-то чертит! Видимо, проект нового самолета! Звонок! Кто-то пришел! Это старинный знакомый Игорь Иванович! Теперь при большевиках сотрудник ЧК! Да на вас лица нет! Что случилось? Вам надо немедленно уезжать из страны! Ну куда уезжать? И почему? Сегодня я видел вашу фамилию в расстрельном списке! Уезжайте! Не теряйте ни секунды! Не оставь меня, Господи! Боже мой! Не отступи от меня! Спаси и сохрани! И что? Его не расстреляли? Не успели! Сикорский срочно собрался и уехал за границу! Сперва во Францию, а потом в Америку! Поселился в районе Нью-Йорка! Ну хоть в Америке ему лучше стало! Поначалу было очень трудно! Сикорский был на грани нищеты! Изобретателей никто не знал! Самолетами в то время мало интересовались! В Америке был кризис! Игорь Иванович временно преподавал математику в школе для детей русских эмигрантов! Но сам он, небось, мечтал о новых самолетах! Да! Для этого он зарегистрировал фирму! Первые самолеты пришлось конструировать буквально в Курятнике! В Курятнике? Да! Денег на съем помещения совсем не было! Как же так? Он, наверное, совсем отчаялся! Да! Был близок к этому! Но его спасла... Впрочем, давайте сами все увидим! Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого! Молится! Худой такой, лицо изможденное! Ты знаешь все нужды, прежде прошений наших! Но все же я хочу обратиться к тебе, о милосердный! Пощади меня, раба твоего! Помоги мне в моих начинаниях! Ты знаешь, как я хочу послужить тебе! И многих чат твоих я привлеку к своему делу! Дам им работу! Помоги мне! И что, Господь помог Игорю Ивановичу? Сейчас мы это узнаем! Алтай! О, какое-то огромное здание! Чеатр или концертный зал! Афиши какие-то на английском! Алтай, посиди-ка здесь! И ждут ни звука! Давайте зайдем внутрь! Ой, здесь концерт! Такая красивая музыка! Пианист играет! Ага, мужчины во фраках сидят! Видно, что публика тут богатая! Доктор, а кто это играет на фортепиано? Наверное, знаменитость? Да, это великий русский композитор и пианист Сергей Рахманинов! Ничего себе! Нам на уроке музыки про него рассказывали! А вон там! Игорь Иванович сидит! Видите? Где? А, точно! На балкончике! Так внимательно слушает! Сикорский был страстным любителем классической музыки и сам прекрасно играл на рояле! Концерт закончился! Но Игорь Иванович за кулисы побежал с цветами! Давайте быстренько зайдем! Дорогой Сергей Васильевич! Вы гений! Спасибо за вашу потрясающую музыку! О, вы тоже русский! Какими судьбами здесь? Я авиаконструктор Сикорский! Сами знаете, революция! Вынужден был эмигрировать! Ну, ничего себе! Никак уж не ожидал вас увидеть, Игорь Иванович! Знаете, это не вы! Это я ваш давний поклонник! И здесь, в Америке, продолжаете конструировать? Пытаемся! Открыл конструкторское бюро! Ну, знаете, все непросто! Это большие финансовые проблемы! Как вам легенде русского самолетастроения и каких-то денег не хватает? Вот, держите! Берите, берите и не думайте благодарить! Почту за честь в вашем деле участвовать! И пусть Господь вас благословит! Благодарю тебя, Господи, что не оставил раба своего в трудный час! Он ему деньги дал в конверте? И немалые! Пять тысяч долларов! По тем временам большая сумма! А что было дальше? Деньги великого композитора очень помогли! Игорь Иванович стал строить новые самолеты? Да! В то время в Америке появился огромный спрос на самолеты-амфибии! Как это амфибии? Вер! Это самолеты, которые могут взлетать с воды и садиться на нее же! Совершенно верно! Сикорский стал пионером в этой области! Самолетная империя Сикорского набирала обороты! Точно! В то время со всех концов Америки стали стекаться люди, выходцы из Российской империи! Зачем? Они находили здесь интересную работу, возможность реализовать свои таланты, общение в русской среде! Там, небось, целое поселение русских эмигрантов появилось! Так и было! На средства Игоря Ивановича были построены школа, клуб и церковь святителя Николая! Ее прихожанами стали работники авиазавода и сам Сикорский! Здорово! Но главной его мечте еще только предстояло воплотиться! Какой мечте? Построить вертолет! В то время это казалось чем-то фантастическим! Неужели никто, кроме Игоря Ивановича, не мог этого сделать? Попыток у конструкторов было много, но машины получались неудачными, часто падали и разбивались! Сикорский хотел создать машину легкую, быструю, маневренную, такую, которая могла бы попасть в любую точку земного шара! А, понимаю! Чтобы людей спасать! Ага! И в горах, и на море! И где угодно! Посмотрите на Алтай, он снова рвется в бой! Хочет что-то показать! Мы, кажется, переместились на испытательную площадку! Техники заправляют вертолет топливом! Смотрите, Игорь Иванович отошел в сторону! Перекрестился! И помоги мне грешному совершить начинаемое мною дело вас, Лаут! Он, наверное, молится перед полетом! Да, ведь неизвестно, что может случиться в любой момент! Такой странный вертолет, как будто из детского конструктора собран! А Игорь Иванович сидит на стульчике и управляет всего лишь одним рычагом! А дяденьки ему помогают! Обступили машину вокруг, подталкивают, страхуют! Винт вовсю крутится, а машина все никак не взлетает! Ой! Отрывается от земли! Поднимается, летит! Ура! Алтай, в сторону! Не мешай! Ой, вертолет наклонился! Что-то случилось! Мама! Перевернулся! Упал! Что с Сикорским? Наверное, сильно ушибся! Как видите, жив! Встает! Помощники подбегают к нему! Доктор, неужели вместо него никто не может испытывать? Это же так опасно! Наняли бы какого-нибудь каскадера! Каскадера, говоришь? Ну да! Главного конструктора-то надо беречь! А вот Игорь Сикорский всегда сам выполнял первые полеты на своих аппаратах! И лишь когда лично убеждался в безопасности, начинал обучать пилотов! Алтай! Вскоре фирма Сикорского наладила серийное производство вертолетов! Их успех во всем мире был ошеломляющим! Они спасли миллионы человеческих жизней во время стихийных бедствий и всевозможных катастроф! Вот это да! Машины Сикорского считались настолько надежными, что даже президент Америки и английская королева летали на его вертолетах! Даже королева? А в Советском Союзе знали об этом? Когда руководитель СССР Никита Хрущев приехал в США, американский президент прокатил его на своем личном вертолете! Конструкции Сикорского? Ну, разумеется! Никита Сергеевич был в восторге! Возможности этой машины, ее безопасность настолько поразили главу советского государства, что он пожелал иметь точно такой же вертолет! Представляю, как он удивился, когда узнал, что вертолет был сконструирован русским конструктором! Так и было! Михаил Гаврилович, а как же пророческий сон? Ой, Алтайка нас опять перемещает! Мы даже за полоток не успели взяться! Ура! Мы на море! Ух ты! А это что за чудо такое? Лодка не лодка, самолет не самолет, покачивается на волнах, как кораблик, а крылья-то зачем? Это же амфибия, Вер! Летающая лодка. Амфибия Сикорского С-40. Сконструирована для перелетов через океан. Сейчас будет испытательный рейс. Вера, Фома, давайте внутрь, пока дверь еще открыта. Уже заводится! Двигатели запустили, винты крутятся вовсю, пассажиры сели по местам. Мы плывем по воде! Быстрее! Еще быстрее! Летим! Набрали высоту! А вон у сады дядечка встал и прогуливается по коридору. Вер, это же Игорь Иванович! Не узнаешь? А-а-а! Только уже такой взрослый! Стюардесса нажала на кнопку, и свет в салоне включился. Яркий такой! Доктор, а что с Игорем Ивановичем? Мне кажется, его что-то поразило. А-а-а! Кажется, я понял! И я! Это же тот самый волшебный корабль из сна! Да! Длинный коридор! Красивые двери! Мягкий ковер на полу! И свет! Голубоватый! Электрический! И легкое покачивание! Значит, сон Сикорского действительно был пророческим! Да! В ответ на молитвы одиннадцатилетнего мальчика Господь приоткрыл ему завесу будущего, и спустя тридцать лет изобретатель понял и осознал это. Удивительно! А-а-а! Значит, Бог открывает людям, когда они готовы? Да! Но Игорь Иванович предупреждал о том, что многие человеческие изобретения могут обернуться для людей погибелью, если они потеряют живую связь с Богом. Надо же! Каким человеком был Игорь Иванович! И великий изобретатель, и конструктор, и испытатель! И музыкант! Да! А еще он занимался альпинизмом, изучал астрономию, историю Древнего Египта, вулканы, любил Достоевского! Ой, друзья и коллеги просто поражались, какими разносторонними были его интересы и таланты! А что было дальше? В последние годы он читал лекции в университете по аэронавтике, занимался благотворительностью, основал Толстовский и Пушкинский фонды, много молился, ходил в церковь, а еще написал удивительную книгу, которая была посвящена чему, как вы думаете? Самолетом! Перетолетом! Нет, друзья мои, ни за что не догадайтесь, хоть подсказки я вам и давал, молитве! Ага! Зато я знаю, какой! Это молитва! Почи наш! Молодцы! Все же я вас недооценил, правильно! Ой! А что? Родители! Ох, заговорил я вас совсем поздно уже! Да, нам пора, к сожалению. Сегодня ваш рассказ, Михаил Гаврилович, и путешествия были особенно интересными! Подождите! Вот эту книгу Игоря Ивановича Сикорского, размышления о молитве Господней, о которой я только что говорил, хочу подарить вам. Почитайте, потом вместе о ней поговорим. Спасибо огромное! И за угощение большое спасибо! Пока, Алтайка! До свидания! Храни вас Бог, друзья! Ну давай, бери свой великоптер! Пошли уже! В гостях засиделись, конца вопросам нету, прощаемся, Вера, Фома! Порою вопросы важнее, чем ответы, пусть жизнь нам ответит сама! О дальнем, о вечном, о личном и сердечном, о жизни, о вере, о мире бесконечном, мы будем беседовать вновь! С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше, и снова услышим рассказы дяди Миши, а ты нам вопросы готовь! А ты нам вопросы готовь! Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы! Ваши пожертвования – это наши новые выпуски! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова